здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел наконец-то библейский вопрос почему за гробом душа не имеет выбора быть в аду или уйти в небытие то что богом сотворено вечным бессмертным другим быть уже не может но тут есть некоторая ошибка вопросе выбор есть у души но он должен быть осуществлен во время земной жизни этой души в человеческой природе человеческом теле что человек не есть только лишь тело в котором есть душа не душа которая осуществляет все свои стремления чаяния через тело человек это единство души тела и духа до реализуется нашей жизни к сожалению некоторые несвойственное замыслу божьему разделение души тела но это временно и по втором пришествии тела наши воскреснут души вернуться в свои обители и так у всегда с господем будем как пишет апостол павел посланник солониным но выбор есть ведь по сути суд божий над душой не происходит по примеру земных судебных заседаний по сути происходит некоторое самоопределение души человеческой с кем она будет коротать вечность если бог был ей неприятен при жизни на его не знала и знать не хотела и не просто не исполняла заповеди божьи вообще человек жил безбожно ему любовь божья будет неприятно неприемлемо она будет обжигающий ему захочется куда-то спрятаться от нее и представьте себе если бы не было у души человеческой возможности быть вне бога тогда когда она хочет быть вне бога это было вечной мукой для него поэтому от это не место состояние души человеческой который бог позволяет не видеть бога жить вечности вне его как это хорошо описывают и визуализирует клави злю из своей книжки расторжение брак посмотрите почитайте извините но для тех кто с богом и который видит вот вот нежелание быть богом тех кто так удивительно сам определился по отношению к богу види его лицом к лицу они понимают что это это ужасно потому к это страдание ничего хуже быть не может чем жить вечности вне бога не хотеть богообщения не наслаждаться его благодатью и раскрытием того о чем в писании говорится как о полноте любви как о царстве божием радость которого не приходила ни на ум человеку не на сердце его как об этом пишет апостол павел да это грустное проживание вечности и но без радостное но но вполне приемлемая для тех кто бога не знает и знать не хочет и всю жизнь возможности даже боролся как говорил ли он наступник умираем назарянин ты победил каково ему было бы жить в вечности с назарянином мукой мучной есть такое слово русском языке может и нет поэтому если хотите это некоторое самопределение души по отношению к богу есть такое явление бездомных людей у них ломается психика через полгода жизни на улице немало научных изданий на тему издана как работать с бездомными как они мыслят как они понимают как они живут и практически без исключения пишется о том что как бы вы не пытались их социализировать подавляющим большинстве случаев у вас ничего не получится даже если вы дадите им дом еду даже какую-то работу больше месяца никто не протянет и обратно уйдут в привычную для них сферу существования вот если прошел месяц другой третий после их жизни на улице еще социализация возможно через полгода год уже невозможно вот как то так и здесь у человека безбожного врага церкви формируется особое отношение к богу которое не дает ему испытывать радость от пребывания в царстве божьем поэтому для него это некоторое некоторое снисхождение бога по отношению к его привычкам и немощам так что желаю каждому из нас с богом познакомиться при жизни хранить ему верность доверять ему находить ответы на ваши вопросы на нашем портале где-нибудь еще ведь чем больше будете знать о боге тем больше будете ему доверять вот и надеюсь этот ролик тоже будет для вас некоторой мотивации к тому чтобы жить чище жить лучше причащаться тело крови господней и готовить себе жизнь в вечности с богом а не с его противником внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео на стороне и в в